Продолжение следует... Ежегодно государство выделяет более 150 миллионов долларов США на лечение взрослых и детей, но этой суммы недостаточно. Стоимость операции от 5 до 10 тысяч долларов США. В большинстве казахстанских больниц с квалифицированным персоналом не хватает соответствующего современного оборудования для подобных операций. Но если детей не оперировать вовремя, то 90% из них умирает, даже не дожив до года. Потребность еще, к сожалению, у нас большая в проведении таких операций. То есть, если в целом потребность по детям у нас сейчас удовлетворена на 80 где-то процентов, то по новорожденным только где-то на 20%. То есть, в этом плане нужно развиваться. Чем меньше ребенок, чем меньше времени прошло от рождения ребенка с вожденным пороком в сердце, я имею в виду, тем сложнее операция, тем нужно больше усилий, больше денег для того, чтобы такую операцию выполнить. Оперативным лечением детей с пороками сердца в Казахстане занимается несколько центров. Однако этого недостаточно. В результате многие родители вынуждены везти своих больных детей в зарубежные клиники, что с одной стороны гарантирует выздоровление, но с другой сопряжено с высокими рисками для малышей и большими финансовыми затратами. Но главное, тут необходимо поставить вовремя правильный диагноз. Дети часто умирают от врожденных пороков сердца, но если им вовремя эти пороки не выставляют, диагноз такой не ставят, то они умирают, например, от пневмонии, от какой-то инфекции. Но на самом деле основная у них проблема – это врожденный порок сердца. Во всем цивилизованном мире врожденный порок не является приговором. В то же время в Казахстане мало клиник, в которых можно оперировать детей весом до 15 килограммов. А ребенок с пороком сердца такой вес набирает только к 3 годам жизни, а до этого возраста доживают немногие. Зато после операции ребенок может вести абсолютно здоровый образ жизни и даже заниматься спортом. Боржан Шайхмет Ганизат Оспанов, телеканал ТДК42 из Астаны.